Что такое «Дни трепета» на еврите «Ямим Нораим»? Это концепция, которая напрямую нет в Библии. Она появилась в более поздней еврейской традиции. Но она говорит о днях от Роша Шана в еврейской традиции, или в Библии это день трубного звука, праздник труб, до Дня Искупления. Вот что мы читаем в 23 главе книги Левит. Скажи народу Израиля, в первый день седьмого месяца у вас должен быть особый день отдыха. Будет священное собрание и праздник труб для особого времени памяти. И затем, в десятый день седьмого месяца – День Искупления, день священного освящения и собрания. Итак, у нас есть первый день седьмого месяца, который попадает на сентябрь-октябрь в наших календарях. Первый день седьмого месяца начинается со звука труб. И затем, десять дней спустя, в том же самом месяце, наступает День Искупления. Это считается особенно священным временем в Библии и в более поздней еврейской традиции. И эти десять дней известны как Дни Трепета. Время, когда еврейский народ размышляет, когда они ищут Бога и проверяют свои собственные жизни. Это время особенного покаяния. И в течение этого сезона вы можете заметить, как несоблюдающие евреи становятся более соблюдающими. А соблюдающие евреи читают книгу за книгой о покаянии, чтобы исследовать свое сердце и покаяться самым лучшим и известным им способом. Чтобы в День Искупления, после этих десяти дней, которые в Библии также означают испытания, десять — это часто число испытаний, чтобы теперь, в День Искупления, когда они будут молиться и исповедовать грехи, это было принято Богом, и их покаяние будут настоящими, и их имена будут записаны в книгу жизни на следующий год. Вот во что верит еврейская традиция, вот почему этот период называется «10 дней трепета».